Благодаря субвенции из государственного бюджета в Березовском районе появится 15 новых детских площадок. На них было выделено 1 миллион гривен. В ходе рабочего визита в район народный депутат Иван Фурсин проконтролировал, как будут расходоваться эти средства, а также посмотрел на результаты работ по субвенциям прошлого года. Мы смотрим на что и как использовали субвенции еще в прошлом году и смотрим, каким образом будут осваиваться субвенции этого года. Те субвенции, которые будут в этом году, будут в большей части использованы на детские учреждения. В селе Викторовка вопрос детской площадки волнует практически всех жителей. Ведь здесь нет ни одной качели для малышей. Поэтому на встречу с депутатом пришли и родители, и дети. У нас много детей. Не нужно с детками увидеть, играть. Даже в субботу, неделю, не в каждой маме есть возможность повезти детей до Березовки, чтобы дети могли там пограться. А так, когда в своем селе есть детская площадка, в любой час вышли с собой и погрались с детьми. Посовещавшись, парламентарии и жители Викторовки определили место будущей детской игровой зоны. Площадку будем ставить на территории школы, потому что это будет дешевле с точки зрения установки и с точки зрения участка. Также народный депутат посетил Березовский детский сад «Веселка». Здесь полностью заменили все стеклопакеты. 43 новых окна не только украшили группы сада, но и существенно сэкономили тепло зимой, рассказали воспитатели. Нам вклали такие хорошие металлопластиковые векна, энергозберегающие. Они нам очень сберегли много тепла в этом опаливательном сезоне. И мы за это, конечно, очень-очень благодарны. Это для блага наших детей и, конечно, всего коллектива. Поэтому я вам очень благодарю за это. Выслушав просьбу сотрудников Березовского детского сада, Иван Фурсин также пообещал помочь с заменой входной двери и детских кроватах, которые не обновлялись еще со дня открытия учреждения в 1963 году. А на центральной улице Березовки появился новый тротуар. Улица Михаила Грушевского вымощена современной плиткой. Теперь люди без труда по удобной дорожке смогут дойти до нужного магазина или в центральный парк – любимое место отдыха жителей. Благодаря той субвенции, которую мы отримали, место отримало с поддержки Ивана Геннадьевича Фурсина. Это были деньги из государственного бюджета. И больше одного километра мы поставили эту тротуарную дорожку. Это действительно большая работа, потому что мы так считаем, если есть освещение, есть тротуар, где люди могут пройти, это уже большой плюс. Конечно, сделать все сразу невозможно, признается Иван Фурсин. Но благодаря общению с местными жителями и совместной работе с руководителями районов удается решать многие важные вопросы в округе и делать жизнь людей комфортнее.